Откопать склад и найти сокровища древнего Индерея пытались черные копатели в Хасавьюртовском районе. Горе-воры вырыли глубокие ямы в трех курганах Андреаульского городища. Преступникам было невдомек, что это объекты культурного наследия федерального значения. Чем закончились поиски сокровищ узнавала наш корреспондент Карина Баталова. Сегодня сложно представить, что тысячу лет назад на этом поле, засеянном пшеницей, был целый город Вавандар. В нем жили люди, предки нынешних индерийцев. Они занимались гончарным делом и звались тингрианцами. Своих владык древние хоронили совсем нажитым имуществом в этих курганах, похожих на обычные холмы. А где деньги, там и черные копатели. Пару дней назад здесь были обнаружены глубокие шурфы. Глубина этой ямы почти 13 метров. Здесь даже стоять страшно. Техника сюда не подъедет. Похоже, грабителям пришлось копать вручную, причем очень долго. Насколько оправданы были старания кладоискателей, судит историк Зайналабит Батыр Мурзаев. Будучи аспирантом, он входил в состав экспедиции археолога Мурада Магомедова и участвовал в раскопках городища. По его словам, все ценное здесь уже давно разворовано. Кроме керамики, кроме кувшинов или другого, здесь ничего нет. В свое время двое офицеров из крепости внезапной Нарышкин и Иуда Черный раскопали курганы. Увидев это, мои земляки потухом распределили все имеющиеся здесь курганы. И все же индерейцы поговаривают, что есть счастливчики, нашедшие здесь монеты и другие древние предметы. Ведь даже самая простая с виду железяка может принести черным копателям пару тысяч. Чабан Абдулла стал свидетелем работы кладоискателей. Говорит, что они были не местные. Я, грабители, как таких не видел, что они, когда люди были или что-то, может, не работали. Они металлоискатами по полям ходили, говорят, мы ищем там металл или что-то, может, иногда свинец находим, пули находим. Сегодня один, завтра другие. Много, очень много ходили там. Эта земля – лакомый кусочек для археологов, историков и кладоискателей. В прошлом один из крупных торговых и военно-стратегических пунктов Гунов и Хазар. Здесь даже находился работорговый рынок, в который стекались купцы из разных стран мира. Для защиты город был окружен мощной системой валов и рвов. Вот это надречная сторона древних валов. И там рвы, чтобы не поднялись. То есть это укрепление, это искусственно созданное людьми. Это рукотворное. Вот они очищали от этой зелени и других, когда грозили враги. А вливали водой. Вот сейчас тоже есть, наверное, где-то 70 градусов крутизны. А какой конь? Человек поднимется? Не поднимется. Тем не менее, не все так ценят и чтят историю, как заиналобит Батер-Мурзаев. Этот объект федерального значения для некоторых ничего не значит. На километры здесь растянулась территория, объятая мусором. А на северной окраине городища установлено ограждение для закона овец. Вот такие люди, это приезжают, что здесь незаконные загоны, мусорят землю, короче. И еще видите, это взрослый человек, когда я ему ругаю, он говорит, что это не я, не я. Вот его машина, вот его вагон. Убираем мы индейцы, мы сами выходим, собираем мусор за них. Это учителя высшего образования, они помогают мне, вот выходят. А в последнее время они не пасут, просто отпускают туда. Вот видите, трофильку сделали, они отсюда ходят, постоянно вот эти коровы заходят туда, и овцы заходят. Отсюда открывается прекрасный вид на следующий курган. У подножия вся та же грязь, прибавились еще и останки животных. Напоминает картину из зомби-апокалипсиса, незначимый исторический объект. Ну и как показывать в таком виде местность туристам? Сотрудники агентства по охране культурного наследия республики обратились в правоохранительные органы. Виновных лиц обещают найти и наказать. Черным копателям грозит 6 лет лишения свободы или штраф в 5 миллионов рублей. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ. Новости 24, Хасавертовский район.